Девушки отдыхают Дорогие друзья, здравствуйте! Мы сегодня с вами поговорим о мудрости древних. Христианство началось с того, что появились первые общины, первые церкви. Сейчас это называются приходами, монастырями. А тогда это были общины первых христиан. Главным объединяющим делом этих первых христиан была Евхаристия. Они исполняли заповедь Божию. Составляли, устраивали вечерю любви. Они приносили хлеб наш насущный и виноградное вино, смешанное с теплой водой. Благодарили Бога за те откровения и за все дело спасения, которое Он совершил на земле. Даровал им, молились над хлебом и вином и верили по слову Божию, что в эти хлеб и вино входит сам Господь. Они становятся способом, средством, возможностью приобщиться Богу. Его бессмертию, его нетлению, его несокрушимому сердечному здоровью. Веря в это, они собирались вместе, причащались. И это было сердцебиением древней церкви. Постепенно на церковь воздвигали гонения, и появились новые люди, которых мы называем сейчас защитниками церкви или аполудетами. Они объясняли миру, власти, просвещенным людям, толпе, а также представителям прежней религии, иудеям, что такое христианство. Не только не опасное, разрушительное, но, наоборот, созидательное и для государства очень выгодная новая сила. Потому что христиане не из страха наказания, а по совести исполняют законы, слушаются власть, но в то же время живут высшими ценностями. Потому что их надежда, их жизнь не от мира сего. Мир постепенно проникал и в христианскую среду. Суета, страсти, грехи разъедали общины христианские изнутри. Появлялись люди, которые желали от этой суеты удалиться. Уйти далеко, чтобы связь их с источником жизни, спасения, мудрости, силы, духовной чистоты была, совершалась, осуществлялась без помех. Чтобы они с Богом всегда могли беседовать, бороться с теми своими внутренними слабостями, которые часто вызываются развлечениями, объедением, ленью, похотью. То есть, поставляли себя в такие условия, в которых им было легко совершать свое спасение, но с внешней точки зрения это был тяжелый труд, потому что такой человек ради спасения души уходил далеко от городов и селений, в пустыню. Нам знакомо слово «скит». А скит – это не уединенное жилище монахов, а первоначальное значение – египетское, просторное, далекое, безводное, очень суровое, тишащее змеями и скорпионами пустыня. На Фскит, на Нитрийскую гору, в далекую пустыню уходили первые монахи, к которым потом приходили люди, желавшие приобщиться накопленному богатству, опыту, их мудрости. Создавались первые монастыри. И уже в 3-4 веке стали записывать изречения первых монахов, появились первые сборники этих изречений, достопамятные сказания о них. История монахов, лавсаик, повествование о жизни святых и блаженных отцов, составленное Палладием, епископом Еленопольским. Пресвитер Руфин также является составителем первых кратких жизнеописаний житий монахов и их мудрых изречений. Лук Духовный, Лимонарь, Иоанн Мосх потрудился над составлением этих сборников. И авторов, и сборников было очень много. Они переписывались. Их объем расширялся, сужался. Уже в начале 2-го тысячелетия переводы сборников сказаний о достопамятных подвижниках появился на церковнославянском языке. И наши предки уже познакомились с этой мудростью. Мудрость веков остается актуальной. Мало того, когда человек серьезно начинает заниматься своей внутренней жизнью, относится очень внимательно к движениям ума и души, он открывает для себя, что то, что содержится в этих сказаниях, в этих сборниках, оно не только не потеряло своей остроты и важности, но на самом деле является той мудростью, которая не тленно. Она не теряет значения с веками. Я сегодня хотел кратко познакомить вас. Это неисчерпаемое море. Здесь очень много всего, что назидало бы нас, наставляло, умудряло, помогало бы нам в самих себе разбираться, бороться с тем, что мы сейчас называем унынием, депрессией, усталостью, страхами, потерей надежды на будущее, вкусом жизни. Эти люди оставили все. Они отказались от семьи, от имущества, от приобретений, от всего, что составляет ценность нашей жизни. Мало того, они поставляли себя в такое положение, которое ясно говорило. Для них самым главным является жизнь вечная, а не жизнь временная. Для нас сейчас, признаемся, все наоборот. Для нас сейчас кумиры, божества, это наше здоровье. Это наше благополучие. Это вот эта текущая жизнь, кроме которой мы ничего не знаем, не имеем, потому что ничего другого не чувствуем. Эти люди остро чувствовали, что вечность близко. Они ее дышат. Она начинается уже сейчас. Ее не надо ждать. Она вот, везде. Ее можно потрогать, ощутить, пощупать, увидеть ее средоточие в собственном сердце. И от этого понимания, от правильной расстановки акцента, от верного понимания ценностей и рождалась их мудрость. Почитаем, что они пишут. Брат сказал Аве Антонию, помолись обо мне. Старец ответил ему, ни я тебя не помилую, ни Бог, если сам ты не попечешься и не будешь молить Бога. Как часто мы до сих пор приходим в церковь, пишем записки и уходим. Такое бывает часто накануне родительских суббот. Днем до службы, стечения народа. И все пишут, пишут своих усопших, дорогих, любимых людей. Слава Богу. Слава Богу. Это очень хорошо, что эти люди о них помнят. Связь сохраняется. Но ведь самое главное, это самому, чтобы самому о них позаботиться, побыть на службе, приложить свой слух к тому, что поется и читается. А через слух и свое сердце, свою душу. Вложиться, поучаствовать буквально, не перепоручить другому, как вот здесь, помолись обо мне. И Авва Антоний говорит, ни я тебя не помилую, ни Бог, если ты не попечешься о себе, ты же не камень бездушный, ты же не существо, которое иногда чистосердечно и ненавидно признается. Я в этом ничего не понимаю. Вот вам деньги, вот вам моя записка. Сделайте все, как нужно. Из древности в разумление ничего не получится, если вместе с нами не примешь во всем этом участие и ты сам. Антоний говорил, «Бог не попускает искушений народ сей, как на древних, ибо знает, что он слаб и не может понести». Это на какой род? Это на современников Авва Антония? Ну, это были еще какие люди? Это были настоящие, с нашей точки зрения нынешней, не расслабленные, не двоедушные, не ищущие постоянно свои выгоды и удобства христиане, а настоящие, цельные, готовые на свидетельство о том, что Бог близок и Он всегда помогает. Свидетель – это мученик, мартирус. По-гречески означает свидетель. То есть те самые люди, которые смело шли на подвиг ради того, чтобы свидетельствовать о том, что благодать Божия, она даже боль делает не больной, этих людей сейчас не так много. Вот 20 век принес обильный урожай в нашей русской церкви. Но сейчас на себя взирая критически, мы видим, что, конечно, мы расслаблены. И если уж на тот род Бог не попускал искушений, то что говорить о нас? Он нас жалеет, а мы еще иногда сетуем, скорбим, ропщим. Что же это с нами приключилось? Какие испытания легли на мою личную долю или на общественную? Еще сказал, придет время, когда люди будут безумствовать. И если увидят кого-либо небезумствующим, восстанут на него, говоря, ты безумствуешь, потому что он не подобен им. Мне даже, у меня язык не поворачивается, прокомментировать это изречение, настолько оно актуально. Это приложимо, ну, это приложимо компанией веселых людей. Девять пьют, один трезвенник, у всех задача его напоить. Это приложимо и к нашей цивилизации, и к всемирной ситуации. К тому, что в чем обвиняют, например, сегодня Россию, которая придерживается так называемых спасительных, светлых, традиционных ценностей. В том, что она отсталая и мешающая прогрессу и общему развитию страна. Дай Бог нам оставаться такими людьми стойкими, остающимися при том, что сохраняла жизнь в течение тысячелетий и веков. Семья, любовь, чистота, верность. Все это ценности, без которых жизнь человеческая теряет и смысл, и силу. Спросили того же Аву Агафона, что выше, телесный труд или хранение сердца? Старец ответил, человек похож на дерево. Телесный труд, ну, то есть, вот, заботы о хлебеносущном, постоянное такое утруждение себя. Потому что, действительно, праздный человек, кто не работает, тот не ест. Это очень важно. Но он говорит, телесный труд – это листья. А хранение сердца – плод на ветке. Но, как по Писанию, всякое дерево, которое не приносит доброго плода, бывает посекаемо, то есть, срубается. И во огонь вметаемо, то есть, кладется в костер или в печь. Из этого очевидно, что вся забота наша должна быть о плоде, то есть, о хранении ума. Впрочем, нужен и лиственный покров и убранство, каково суть телесный труд. Авва Авраам рассказывала об одном из отцов, который был песцом и не вкушал хлеба. То есть, был великий постник. Человек, который занимался переписыванием книг мудрых, может быть, священного писания, или сказаний о предшественниках, а еще более древних, чем он, отцах. Он занимался этим переписыванием, и поэтому его называют песцом. Однажды пришел к нему брат и попросил написать, то есть, переписать ему книгу. Старец всегда имел ум в созерцании и переписал книгу с пропусками, не ставя знаков. Все это он сделал, конечно, с намерением. Брат, получив ее, и желая расставить знаки, тогда не было наших современных знаков припинания, но были некие черточки, которые обозначали, что здесь конец мысли, или здесь начало нового сказания. Брат, получив книгу и желая расставить знаки, обнаружил пропуски, ну, целые места какие-то, может быть, фразы, или есть начало, но нет конца, и сказал об этом старцу. Есть пропуски. Авва. Старец ответил. Замечательно ответил. Пойди и исполни прежде написанное, а потом приходи, и я напишу то, чего не достает. То есть нельзя человеку сразу все преподнести на блюдечке, как мы говорим, с голубой каемочкой. Он это не оценит и не проглотит. Начинай исполнять, потому что всякая мудрая книга по-настоящему то прочитывается не глазами, и даже не умом, а жизнью. Чтобы понять глубоко, что содержит эта глубина, нужно в нее погрузиться погрузиться и ее исполнить. Говорили об Аве Данииле следующие. Когда пришли варвары в скит, отцы убежали. Ну, понятно. Разбойники, кочевники, возможно, даже из Аравийской пустыни. Старец же, сказав, если не заботится обо мне Бог, то зачем и сижу я здесь? Зачем же я удалился от мира, если я Богу не доверяю? И прошел среди варваров через их стан, и они не заметили его. После того говорит он себе. У него был замечательный дар рассуждения. Вот Бог явил, сделал совершенно явной заботу обо мне. И я не умер, сохранился. А теперь сделай и ты человеческое. То есть ты убедился в том, что Бог о тебе заботится? Теперь этим не спекулируй. И не надейся, что и всегда будет так. Оставив всякое попечение. Теперь сделай и ты человеческое. То есть покажи, смирись, что и ты человек, не небожитель. И беги, как отцы. Поднялся и убежал. Спросили блаженного Епифания. Почему заповеди закона 10, а заповеди блаженств 9? Заповеди закона в книге Исход и Второзаконие их Моисей получил от Бога. А заповеди блаженства они в Нагорной проповеди, в Евангелии от Матфея 9. Он ответил, десятословие равночислено казням египетским, а число блаженств есть тройственный образ Святой Троицы. И вот еще одно замечательное сказание. Читать это можно до бесконечности. Здесь только в одной главе «Рассужди», а о рассуждении, а в этом высочайшем даре около трехсот маленьких сказаний, а глав около тридцати. Поэтому это чтение на всю жизнь. Можно возвращаться, перечитывать новыми глазами, исходя из своего нового опыта, прочитывать то, что прочитал год или два назад, и открывать для себя новые слои смысла. Брат пришел к Аве Макарию и спросил его, «Ава, скажи мне слово, как спастись?» «Как спастись» — это очень часто звучит во всех этих достопамятных сказаниях, лавсайках, лимонариях, древних потеряках, великих потеряках, алфавитных, азбучных, в отечнике. И этот вопрос, он, ну, ради этого люди вышли на подвиг, подвиглись, сдвинулись со своего насиженного, комфортного места и пошли на трудности жизни, на, сейчас скажу такие слова, которые у многих людей просто вызывают, может быть, сейчас даже аллергию, на умершвление плоти, опять же, исходя из того, что у нас сейчас самое главное — это забота о плоти. Мы только что ватой ее не обкладываем, мы ее лечим бесконечно. Наверное, самая доходная индустрия всемирная — это индустрия фармацевтическая, ну, может, после оружия, я не знаю, там еще чего. А здесь люди умершляют плоть. Ради чего? Ради того, чтобы восстала душа, чтобы вот этот баланс, это равновесие было в пользу, чтобы перевесило внутреннее, умное, духовное. эти люди пошли на борьбу с теми условиями, которые рождают грех. Но условиями комфорта, довольства, сил физических стали это как-то так принижать, пригашивать, умолять, чтобы другое усилилось, восстало, раскрылось. Брат пришел к Аве Макарию и спросил его, а, скажи мне слово, как спастись? Старец сказал, пойди на кладбище и ругайся на мертвых. Здесь конкретно поноси мертвых. Брат пошел. Ну, как? Послушался. Послушание одна из добродетелей монашестей. Ну, конечно, с рассуждением. Но здесь слова об Аве Макарии была всемонашеской, часто всемирная даже, среди людей знающих. Поэтому, если уж доверился старцу такому авторитетному, то слушайся до конца, увидишь, что будет. поносил, то есть ругался, обзывался, уничижал их, бросал на мадилы камни и, придя, сказал о том старцу. Старец спросил его, ничего они тебе не говорили? Он ответил, ничего. Старец сказал, пойди опять завтра и прославляй их. Брат пошел и славил их. Апостолы, святые, праведники здесь лежат. Потом пришел к старцу и сообщил, что прославил. Старец спросил его, ничего они не отвечали тебе? Тот ответил, ничего. Тогда старец сказал ему, видишь, сколько ты бесчестил их и они ничего не отвечали тебе? Сколько славил и они ничего тебе не сказали? Так и ты. Если хочешь спастись, будь мертв. Не думай ни об обидах человечественных, ни о славе. Подобно мертвым. То есть будь мертв для греха, для страстей и спасешься. А вот другая книга. Называется она Лавсаик. Сказание или повествование о жизни святых и блошенных отцов. Лавсаике рассказывается о некем Серапионе Синдоните, потому что он не носил никакой другой одежды, кроме Синдона. Это довольно такая колкая и неприятная одежда, которая сама по себе доставляет трудность в ношении, но этим он тоже доставлял себе повод к терпению и к преодолению естественного для человека желания устроиться поудобнее. Он даже продавал себя часто, например, комедиантом. Ну, то есть вот как продавал. Приходил и говорил, за сколько я могу себя вам отдать, чтобы быть вам рабом и слугой? Ну, они давали ему от скупости своей какую-то небольшую сумму, которую он зашивал в платок и прятал в укромном месте и служил им. Служил им так, что через некоторое время они начинали обращать внимание. Какой-то удивительный человек. Что не скажешь, все исполнит. Скажешь ему какое-то бранное слово, как будто похвалил и ничего не требует и довольствуется малым, и при этом всегда светлое лицо и что-то шепчет про себя и к Богу обращается. И весь такой какой-то какой-то необытойно светлый, как магнит. Просто быть рядом с ним душа теплеет и светлеет. Стали его спрашивать. Он, естественно, открыл уста свои и стал рассказывать им о смысле жизни, о том, кто он такой. Он часто говорил, родом египтянин, по образу жизни монах, а сейчас говорит, вот служу вам. И вообще он взял на себя особый подвиг. Про монахов мы знаем сиди в келье своей и она тебя всему научит. То есть не развлекайся, будь человеком глубоким, сосредоточенным, самоуглубленным, внимательным к своему сердцу, постоянно поддерживающим ненарушимую связь с Богом, чувствующим его присутствие, благодарящим, надеющимся. Келье тебя всему научит. Но некоторые монахи в древности брали на себя особый подвиг. Чтобы показать, что они ни к чему не прилипляются и борются даже с какими-то привычками, которые вроде так и безгрешны на первый взгляд, но из них может как из семени вырасти что-то недоброе, неполезное для монаха. Они обрекали себя на подвиг странствования. Нигде не задерживались более нескольких дней, кроме тех обстоятельств, которые вот как с комедиантами заставляли себя продать в рабство. Кстати, эти комедианты через некоторое время обратились ко Христу, а потом сказали, мы не можем тебя, нашего отца, человека, который нас просветил, который вразумил, который помог нам оставить нашу профессию и стать людьми серьезными, мы не можем тебя держать в рабах. Мы тебя не только отпускаем, но просим тебя, останься с нами. Ты наш наставник, и ты нам выше, чем отец. Он возвратил им деньги, сказал, нет, ни за что не останусь. Дело свое исполнил, вы теперь наставленный на путь правый, и продолжил свое странствие. Серпион Синдонит. Пришел в Афины, пришел в Афины, сел на площади, руку протянул, потому что ничего с собой не имел, ни одежды, ни посоха, никаких съестных запасов, но все проходили мимо. День прошел, два прошел, третий прошел, никто ему не подал даже грошика. А в лавке ничего и на рынке не продадут, без денег, как тогда, так и сейчас. На четвертый день от отчаяния он, наверное, приблизился к Ариапагу, взошел на высокий холм и стал кричать «Ой, караул, спасите, помогите!» Люди к нему прибежали, а кто туда приходил? Знатные сановники и люди обеспеченные в плащах и вирах прибежали и сказали «Что с тобой происходит? Кто тебя обижает?» Он отвечал им «Родом я египтянин, как всегда, а по образу жизни монах и вот удалился из своего отечества, впал в руки трех взаимодавцев. Из них двое оставили меня, потому что получили долг, а и не имели причины обвинять меня. Но вот третий но никак не отстает. И мне нечем удовлетворить его». Окружавшие Серпиона люди знатные и богатые стали спрашивать «Кто же это такие? Покажи нам их, чтобы мы могли тебе помочь». Тогда он и сказал им «От юности моей меня мучили три вещи. Сребролюбие, плотское вожделение вожделение и чревоугодие. От двух первых я освободился, от сребролюбия и вожделения, ибо у меня нет ни золота, ни другого какого-либо имущества, и желания мои уже угасли. Я не наслаждаюсь и удовольствиями, которые поддерживают второй недуг. Поэтому эти страсти уже не беспокоят меня. Но от чревоугодия я никак не могу освободиться. И вот теперь уже четвертый день остаюсь без пищи, и этот жестокий взаимодавец чрево непрестанно мучает меня, требуя обычного долга и не позволяя мне жить, если я не заплачу ему». Тогда некоторые философы, судьи, которые собрались на Ариападе, сказали «Ну вот для этого ты нам всю эту комедию и разыграл, чтобы получить от нас деньги». Ну так и быть. Один богатый человек бросил ему златницу. Он взял ее, поблагодарил, пришел в хлебную лавку, купил один небольшой хлеб и навсегда покинул этот город Афины. Люди, которые следили за ним, пришли и сообщили «Златницу отдал хлеба торговцу, а ведь на нее можно было купить все, что было на полках». Взял один хлебушек и ушел. Тогда-то поняли, что этот человек не врал, что он действительно освободился от среболюбия, наверное, и от вожделения. А теперь заплатил долг земной немощи, чревоугодию, и покинул этот город для того, чтобы продолжить свой путь. Да, так и есть на самом деле. И Ава Епифаний уже из достопамятных сказаний из Древнего Патерика говорит «Прибыль, честь и удовольствие борет человека до самой кончины, но не должно снисходить им». Прибыль, да, забота о том, чтобы иметь и иметь еще больше и иметь еще разнообразней и на черный день припасти и как-то себя оградить и обеспечить прибыль. Борет человека до самой смерти. А уж честь, ну, хотя бы самое маленькое, ну, хотя бы желание благодарности от самых близких, не говоря о том, чтобы получить, снискать внимание и окружающих то, что называется любовью к чести, к чести, или простым словом составленным из двух честолюбия, тщеславия, начал гордыни. И удовольствие, и удовольствие, стремление к наслаждению, к тому, чтобы потакать своей распущенной плоти. Все это борет человека до самой смерти. Но, говорит Ава Епифаний, человеку разумному, человеку верующему, христианину, нужно пребывать в постоянном сопротивлении этим побуждением и желанием. Потому что, почему? Потому что идет война. Да? Идет духовная война. Она идет все тысячелетия и века. И когда человека крестят, его называют воином Христовым. Полемос, брань. Она не стихает ни на минуту. Иногда обостряется, иногда наступают мирные промежутки, передышки, но не надо терять будительность. Потому что нас окружает та враждебная невидимая сила, главная задача которой заставит нас забыть о Боге. А мы должны помнить. Помнить. Спасибо. Спасибо.